здравствуйте мои дорогие еще один теплый день в крыму 19 градусов в тени вчера было 23 в тени прям продолжение лета а видео сегодня будет про потерю замечательного здания музея про нотр-дам да пари сегодня ровно полгода как он сгорел сгорел не весь конечно но урон нанесен ну просто поражающие воображения я была в париже меня ну потрясло то все понятно и филева башня и лувр и ну все 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 что-то там но париже есть париж что тут говорить но нотр-дам это конечно величайшая красивейшее здание которая простояла 900 лет пережила две мировые войны и вдруг сгорел когда я узнала об этом у меня был такой шок я ревела мне 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 все трясло я я хотела сразу видео снимать как не доглядели почему так случилось как так может быть ну потом когда первый шок прошел я так подумала думаю думаю люба сколько раз в новостях говорили так потом получалось совсем по-другому надо успокоиться посмотреть подождать и потом сделать свои выводы ну я так собственно говоря и сделала за это время я посмотрела очень много передач на русском на французском языке видео фотографии и вот какому выводу я пришла конечно со мной будут многие не согласны но это нормально сколько людей столько мнений но я считаю что его специально сожгли потому что сейчас вам объясню почему там шли якобы реставрационные работы я думаю за это время вывезли все ценное что было там и его подожгли для чего во-первых на реставрацию дерева вот всего этого деревянного что было в центре это же огромное количество денег а дерево старое конечно реставрировать его надо было я считаю что все подготовили и подожгли очень грамотно так оно горело вот знаете когда вот дома горят когда их поджигают с нескольких точек вот и там так же горело жалко конечно людей как они плакали господи как люди переживали за свое сокровище но я считаю что в очередной раз людей обманули так сгорело что на фотографиях видно что внутри внутри самого здания даже лавки целые деревянные то есть пожар был прям вот вот так направлен крест этот золотой так и стоит ничего ему не сделалось вот что побрушилась там во время пожара сверху там и все вот это в зале и валяется в самом а внутри то ничего там и не сгорело так что я считаю что его просто подожгли во первых конечно огромное количество денег нужно для того чтобы это все сносить потом строить но тут получилось просто гениально потому что за сутки как сгорел нотр-дам французы ну и не только французы и по всему миру за сутки собрались вы только задумайтесь семьдесят миллиардов евро вот вам и ремонт вот вам и реставрация за счет людей ведь не просто же так говорят что за пять лет его восстановят конечно восстановят когда все грамотно было сделано так что я считаю так еще раз говорю понятно что многие со мной будут не согласны но мой жизненный опыт давно научил меня не верить новостям я же не зря не смотрю телевизор уже много лет очень жалко конечно что нотр-дама уже не будет в его первозданном скажем так виде ну я думаю что сделают красиво сделают практически так же и будет как было но все равно это же будет уже новодел а люди там плакали писали ой там этот терновый венец который был ну опять же якобы у христа на голове он же там хранился вот что с ним теперь будет так там столько я же была там там столько всего было но на фотографиях то после пожара этого ничего не видно хотя хотя лапки деревянные стоят так что я думаю все это вывезли пройдет пять лет люди многое забудут люди вообще быстро все забывают и все сделают и опять все покажут и опять миллионы людей будут приезжать в нотр-дам и восхищаться его красотой его витражами деревянными скульптурами внутри которые были всей всей этой красотой и все будет опять хорошо не зря же 70 миллиардов евро собрали за первые сутки вот так что мои дорогие не ведитесь на новости все это не просто так делается ну и очень бы хотелось конечно чтобы берегли все вот эти сокровища наций чтобы не случалось скажем так случайных пожаров хотя я думаю в таких местах они не случаются просто так при такой охране при таком внимание к таким зданиям все это не просто так мои дорогие вот так что поделилась я с вами своим мнением прям вот вспоминаю а у меня прям в глазах стоит многие многие конечно не доживут до этого времени чтобы увидеть опять эту красоту ну что делать такая жизнь так что спасибо спасибо вам за внимание пишите у кого есть свои какие-то мысли по этому поводу спасибо вам подписывайтесь если кто случайно зашел не забывайте ставить лайки кому нравится и нажимайте на колокольчик чтобы быть в курсе последних видео спасибо вам мои дорогие пока пока пока